Имя Владимира Боярского уже больше года буквально не сходит с газетных полос. Правда, тверетянам все это время он предстает уже отнюдь не в культурном, а скандальном ореоле, возникшем из-за громкого противостояния с властью. Все началось в 2011 году, когда 30 декабря Министерство земельных и имущественных отношений Тверской области издало распоряжение о его увольнении. Боярский решил обжаловать решение в суде. И на первом же заседании оказалось, что в министерстве, узнав о наличии листков временной нетрудоспособности, решили скорректировать прежний приказ. Распоряжением Министерства имущественных отношений было внесено изменение, что Владимир Ефимович будет, безусловно, уволен, но после того, когда у него будет закончен больничный лист. Хотелось бы еще отметить, что в настоящее время в филармонии проводится проверка Министерством обеспечения контрольных функций Тверской области. Данная проверка выявила ряд серьезных финансовых нарушений в деятельности руководителя филармонии. И данные документы готовятся для передачи в прокуратуру области. Тогда Владимир Боярский требовал не просто признать один документ незаконным и восстановить его на работе, сразу в двух должностях, но и признать незаконными и отменить другие распоряжения Министерства, вышедшие после увольнения. Сюда входят и приказы о назначении нового директора филармонии Татьяны Сальниковой и нового художественного руководителя, главного дирижера Андрея Кружкова. Сама процедура проверки финансовых потоков филармонии у Боярского и его представителя вызывала массу вопросов. Кем проверка инициирована, нам опять же непонятно, потому что нас не допускали Владимиру Ефимовичу в здание филармонии. То есть выяснить кто, что и по каким поводам дать какие-то объяснения в случае, если кому-то из ревизоров что-то непонятно. Нас тоже лишили этого права. Говорит, ну нам известно, что у вас происходит. Уже нашли 12 миллионов. Я говорю, чего? Спрашиваю. Долг специально. Я говорю, хищение? Ну что-то вроде этого. Идет просто шантаж. Просто так отказываться от любимой работы и покидать пост, который занимал около 30 лет, Владимир Боярский не стал. Добивался, как он утверждал, справедливого решения долга, проведя весь прошлый год в судебных тяжбах. Знаете, вообще это моя работа. Я не настроен взять и броситься с пятого этажа. Покосит жить самоубийством. Каждое проникновение на любимую работу превращалось для Боярского в целое испытание. Открывать дверь охрана филармонии просто не хотела. Пускать тоже. Не, 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 не. Вы документы, представьте, в каком основном. Вот у меня охрана моя существует. Вот здесь существует моя охрана, которая работает в филармонии. Непонятные лица захватили филармонию. Вот ходят с этими табличками охраны. Я их на работу не принимал. Документов никаких не представляют. То есть просто вот захват. В перерывах между боями Боярский даже попытался попробовать себя в новом качестве. Стать депутатом гордумы, чтобы трудиться, как он уверял, на благо родной Твери. Но не случилось. Удержаться на месте руководителя филармонии тоже не удалось. Через суд его увольнения Министерство земельных и имущественных отношений добилось во второй раз. И вот очередная история. В СМИ словно гром прокатилась информация о его задержании. Боярского подозревают в мошенническом завладении бюджетными средствами в размере 385 тысяч рублей. Эхо-ревизорской проверки, соответствующее уголовное дело с неустановленным лицом, было возбуждено еще в сентябре прошлого года. В пресс-службе УМВД по Тверской области сообщили, Боярский уже находится в изоляторе временного содержания. В течение 48 часов ему должны избрать меру пресечения. Это может быть освобождение из-под стражи, взятие подписки о невыезде или арест. Ирина Ковень, РЕН-ТВ Пилот.